Всем привет! Сегодня у нас на обзоре фильтр для аквариума фирмы Minjang модель NSF-260. Данная модель имеет довольно-таки небольшие размеры. Четыре присоски. Если габариты кому-то интересны, то в длину он 9 сантиметров, 3 на 4 с половиной. Этот фильтр подходит, на мой взгляд, на объем до 60 литров, если в аквариуме не очень много рыбок. Потребляемая мощность 4 ватта, перекачка 300 литров в час. Мы их рекомендуем, конечно же, лучше всего брать на объем 25-30 литров. Внутри имеется фильтрующий элемент. Доступ к ротору осуществляется таким вот макаром. Достали и достается ротор для обслуживания. Присоски, на мой взгляд, относительно китайских других фильтров, очень качественные, длительный период. Не дубеют, скажем так, однозначно не год и не два они служат. Длина провода. Провод относительно длинный, по сравнению с другими китайскими производителями. 90 сантиметров почти. Данная модель может использоваться просто как фильтр, который всасывает грязную воду, отсюда ее выбрасывает. Также может подавать кислород. Сюда подключается насадка-тройничок. Сюда подключается трубочка. Фильтр опускается в аквариум. Трубочка выводится наружу из аквариума. Сюда всасывается грязная вода. Сюда воздух, отсюда чистая вода и пузырьки воздуха. По поводу этой модели. Это одна из таких очень бюджетных вариантов фильтрации. Но мне вообще большая часть продукции Минжанг очень нравится. Потому что действительно золотая средина, цена-качество. Отказов в работе и браков мы по ней почти не наблюдаем. В отличие от многих других китайских производителей. Что еще отметить? Ну давайте его включим. Принцип работы. Еще раз таки говорил. Опускаем полностью воду. Приклеиваем к стеночке. Включаем в резетку. Если вы видите, пошли пузырьки. Значит снизу он грязную воду всасывает. Профильтровывает, отсюда выходит чистая вода и пузырьки воздуха. Было небольшое журчание, это была подача кислорода. Когда мочалка была сухая, она постепенно намокла и пузырьки вышли. Все, теперь он фильтрует и подает кислород. Но использовать фильтр, чтобы он насыщал аквариум кислородом, как основной я не рекомендую. Я все равно советую, чтобы у вас отдельно стоял компрессор, который будет у вас постоянно нагнетать в аквариум кислород. На этой шлангочке есть еще регулировка. Можно отрегулировать пузырьки крупнее, мельче, крупнее, мельче. Естественно, чем мельче пузырек, тем он лучше растворяется в воде, больше идет насыщение и меньше шума. Если мы больше открываем выходящую, создается определенный шум. То есть при оптимальной подаче воздуха в аквариум, в вашем случае шума фильтра не издает вообще. Как часто его обслуживать? Я рекомендую эту процедуру производить где-то раз в неделю, потому что все-таки фильтрующий элемент небольшой. Выключили его с резетки, достали. Сняли мочалку. Мочалку, конечно, лучше промывать в воде прямо из аквариума. То есть набрали там литр воды и в мочалку в этом промыли. Ну, если нет такой возможности, просто под краном промываете. Обратно собрали и установили. Все. Рекомендую. Дешево. Доволенки очень надежно. У нас есть на сайте фильтрующие элементы, взаимозаменяемые сюда. Ну и родные тоже. Поэтому для небольшого объема идеальный вариант, как для фильтрации. Спасибо за внимание. Если что-то заинтересует, переходите по ссылочке ниже на наш сайт. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, если понравилось. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok